Девочки, так, это продолжение моих покупок из Duty Free, и сейчас речь пойдет о парфюмерных покупках. Первый аромат, с которого я хотела бы начать, он просто волшебный. Он относится к тем ароматам, когда облако парфюма заходит в помещение или куда-либо вперед вас, и долго там еще остается. По моим ощущениям, это такой цветущий сад, который усиливает свой аромат, аромат цветов в этом саду после дождя. Вы знаете, когда проходит дождь, все цветы, растения, даже та же трава, она начинает пахнуть ярче. Так вот, этот парфюм именно такой. И речь у нас с вами сейчас пойдет об аромате от Dolce & Gabbana под названием Velvet Design. Давайте при вас я открою сейчас эту коробку. Сама коробка, это просто какой-то шедевр. Сюда очень хочется положить какое-то бриллиантовое колье, не менее. То есть, вот он, черный бархат, золотая эмблема Dolce & Gabbana. И вот так открывается этот аромат. Посмотрите, и вот на таком виде стали предстает перед нами вот эта красота с красным колпачком, который вручную отделан бархатом, и золотая фурнитура флакона. Этот парфюм просто потрясающий. Это белые цветы. Для меня здесь очень-очень много жасмина. Но это очень обманчивый парфюм, потому что жасмина здесь нет. Я думаю, что вот этот аромат жасмина мне дает франжипани, который содержится в этом аромате. Если вы любите парфюмы с ноткой франжипани, присмотритесь к этому аромату. Сразу после отпуска я его немножечко использовала и убрала. Потому что это ни в коем случае не зимний, не осенний аромат. Это аромат ранней весны, поздней весны и лета. Это просто очень-очень солнечный, искрящийся и красивый-красивый дорогой аромат. Что касается пирамиды. Аромат этот принадлежит группе ароматов цветочные. Выпущен он в 2011 году. И композиция включает всего лишь три ноты. Гардения, тубероза и франжипани. Франгипани. Ну, по-моему, правильно франжипани, насколько я знаю. То есть это такой бело-цветочный, очень-очень женственный аромат. Он подходит, в принципе, наверное, девушкам и женщинам любого возраста. Он не взрослит. Он добавляет вам капельку женственности. С ним хочется надеть белое, шифоновое, мелкий-мелкий горошек платьишко. То есть что-то такое воздушное, легкое, светлое. Он очень-очень шлейфовый, очень стойкий. Стойкость у него просто феноменальная. Если, например, нанести его на какой-то шарфик, на платочек, он будет благоухать не меньше недели. В общем, парфюм достойный, очень женственный. Более подробно, я надеюсь, все-таки я когда-то сниму видео о своих ароматах. И я думаю, я опишу его более подробно в своем видео об ароматах. Сейчас лишь показываю вам в покупках. Следующий мой аромат – это парфюм от Тициана Теренци. Называется Кассиопея. Это итальянская парфюмерия, нишевая. Сейчас я вам его открою и покажу. Здесь у нас такие книжечки. Вообще, этот бренд занимался и занимается изготовлением свечей ручной работы. С такими же ароматами, как и парфюмы. И вот совсем недавно они стали выпускать свои парфюмы. Сам флакон изготовлен из фарфора. Но он покрыт такой, немножечко прорезиненной эмалью. И он очень-очень тяжелый. Тяжелая также и крышка, на которой изображены различные созвездия. Но сам аромат просто восхитительный. Его нельзя назвать тяжелым. Он очень-очень легкий, красивый. Он роскошный. Это не простой аромат. Он сначала кажется простым. Ну, вроде бы приятный и все. Но когда начинаешь вслушиваться в этот аромат, когда начинаешь его носить на себе изо дня в день, и получать кучу просто комплиментов, ты начинаешь понимать, что что-то здесь есть. Что-то здесь есть в нем такое необычное. С ним хочется носить каблуки. Этим ароматом хочется ездить на чистой машине. И выходить из нее, когда вокруг очень много народа. С ним хочется быть в центре внимания. С ним хочется быть звездой. Здесь изображены созвездия. Название парфюма выполнено на тончайшей белой коже. Аромат потрясающий. Он очень так же стойкий. Но летом я им пользоваться не смогла. А вот сейчас, осенью, я думаю, что зимой он у меня очень хорошо пойдет. Несмотря на то, что он очень легкий, сейчас я вам скажу, какие здесь ноты, заявлено, что это аромат для мужчин и женщин. Но я вас уверяю, только не для мужчин. Принадлежит он группе ароматов шипровые, цветочные. Возможно, именно вот этот шипр и не дал мне его носить летом. Но хотя, как такового шипра, я здесь не чувствую. Аромат Кассиопия выпущен в 2015 году. То есть он довольно-таки новенький. Парфюмер Пауло Теренци. Верхние ноты. Маракуйя, цитрусы, лист, черный смородины и папоротник. Ноты сердца. Гвоздика, ландыш и чайная роза. Ноты базы. Сандаловое дерево, бобы тонко и мускус. Потрясающе. Великолепный парфюм. Очень-очень праздничный, поднимающий настроение. Я думаю, что ему еще можно петь различные оды. Но если у вас есть возможность его протестировать, пожалуйста, сделайте это. Мне очень-очень будет интересно ваше мнение. Следующий аромат, который я вам покажу, это аромат из линейки Армани Прайв. У меня уже есть парфюм из этой линейки. И это мой второй заход, так сказать. И называется этот аромат Пьер де Лун. Если вы что-то читали или слышали об этих ароматах, то наверняка вы знаете, что сам флакон у этих парфюмов, он выполнен из ценных пород дерева. Хотя вот так я стучу, мне кажется, что это стекло. Но может быть как-то что-то внутри, не знаю. И сами крышечки сделаны из натуральных камней. Здесь еще лежит вот такая бархатная бумажка, которой можно протирать флакон, чтобы он не заляпывался. И вот он сам аромат. Потрясающий тоже запах. Это сладкий ирис, приправленный древесными нотами. Для меня это немножечко такой прохладный, холодный аромат. Пользоваться им можно также летом, в жару, и он будет вас немножко охлаждать, как холодная луна. Недаром его назвали Пьер де Лун. И давайте я расскажу вам сейчас о том, какие ноты заявлены в пирамиде этого аромата. Итак, Armani Prime Cologne Spray Pьер де Лун. Это аромат для мужчин и женщин. Принадлежит к группе ароматов цветочные, древесно-мускусные. Выпущен в 2004 году. Композиция аромата включает ноты ирис, фиалка, лист и бутон черной смородины и древесные ноты. Этот аромат был награжден тремя наградами. Я очень четко чувствую здесь сам ирис. Я давно искала аромат, который бы пах именно цветком ириса, не корнем ириса. У меня есть корень ириса. Это Prada Infusion Darius, а также Chanel No.19 Opudre. Вот это ирис, скорее такой, корневой. Здесь же более цветочный аромат, более нежный, более женственный и очень-очень стойкий. Я вам очень советую присмотреться к линейке Armani Prime и вот к этому аромату в том числе. Вообще, что я хочу сказать. Меня приятно удивил Duty Free Antalya. Там очень много селективных парфюмов было представлено. Там были и The Different Company, там были и Lutene, там были и Armani Prime, Тициана Терренци, там была селективная линейка от Dolce & Gabbana. Там была прекрасная селективная линейка от Versace, кстати, представленная тремя ароматами, которые я еще нигде не встречала. И вот там был розовый, сиреневый и желтый, по названиям не помню, но сиреневый, один к одному аромат метеоритов. Но цена была, по-моему, 300 евро за флакон, если я не ошибаюсь. Я как-то так не особо питаю любовь к этим ароматам метеоритов. Ну да, мне нравится, но вот иметь такой прям парфюм у меня нет такой прям цели в жизни. Поэтому, если вам нравится, присмотритесь. То есть, далее там были и Ксержовый, и Касамарати. То есть, очень-очень хороший выбор. И при всем этом выборе, я, в принципе, уже все там, что хотела, выбрала и купила. И меня буквально продавец подтащил за руку к еще одному аромату, о котором сейчас пойдет речь. Я сначала не хотела брать. Ну, думаю, раз она прям так настаивает, наверное, ей лишь бы его сбагрить. Но потом я была такая благодарна ей за то, что она меня познакомила с этим парфюмом. Так, я сначала... Ну, ладно, давайте я вам покажу уже, что из этого интригу делать. Это аромат из также нишевой девочки. Я могу путаться вот в этих вот понятиях, нишевая либо селективная. Но, по-моему, ниша это ниша, а селектив это уже вот у конкретных, уже известных брендов. Так вот, будем так говорить. Это селективная парфюмерия от Yves Saint Laurent. И аромат называется Supreme Bouquet. Этот аромат выпущен в 2013 году. Принадлежит группе ароматов Восточной Цветочной. Верхние ноты это фруктовые ноты, груша и розовый перец. Ноты сердца, тубероза, жасмин и ланг-ланг. Ноты базы, амбра, мускус и пачули. Девочки, у меня есть такая вот привычка. Когда я начинаю сильно прям пользоваться каким-то ароматом, и я понимаю, что он вот-вот у меня уже закончится, я его прячу от себя. Вот с этим парфюмом произошло так. Это просто любовь. Вот если по пятибалльной системе ставить ему оценку, то я бы поставила шесть баллов. И я просто не могу им надышаться. Это просто чудесный аромат. Здесь, кстати, вот аккорды его, вот здесь тоже написаны на этом золотом флаконе. Тубероза, и ланг, пачули, амбер-вудс и мускус. Потрясающий аромат. Я его просто прятала от себя. У меня мужу он безумно нравится. Это тот аромат, которому нужно петь Ода и Дифферамбы. Я не знаю, почему его мало кто показывает, но это что-то. Это же мчужинка моей коллекции, однозначно. Коллекция у меня не маленькая. Следующее, что я хочу вам показать, это будет аромат от Аква Ди Пармы. Он был навеян прекрасным летним настроением, замечательным отдыхом на Средиземном море. И коллекция эта называется Блю Медицерана. То есть это Средиземноморская коллекция. И у меня аромат называется Фико де Амальфи. По сути, это аромат инжира. Вот тут есть сам флакон. Синенький, как само Средиземное море. И он очень красивый. Он именно такой зеленый, душистый, свежий, фруктовый. Прекрасный аромат. Многие говорят, что именно так пахнет Италия. Но я была в Италии осенью, и она для меня пахла совсем по-другому. Возможно, летом на побережье, на итальянском побережье. Именно так будет пахнуть мне Италия. Но не знаю, я надеюсь, еще это проверить. Но парфюм потрясающий. Сейчас тоже вам зачитаю нотки. Фико де Амальфи от Аква Ди Парма. Это аромат для женщин. Принадлежит группе ароматов фруктовые. Выпущен в 2006 году. Верхние ноты тангерин, лимон, бергамот, грейпфрут, апельсин. Ноты сердца розовый перец, лист инжира, жасмин. Ноты базы инжир, кедр и мускус. Вот знаете, он такой сладко-кисленький, что его прям хочется съесть. Вот его нюхаешь, и аж слюнки текут, как от сочного такого кислого лимона-апельсина, приправленного еще какой-то зеленью. Скорее всего, это именно зеленый инжир. Возможно, чуть-чуть недоспелый, но аромат на лето будет просто потрясающий. Поэтому, если вы соберетесь куда-то ехать отдыхать, и у вас есть данный парфюм, берите его смело с собой. Следующий аромат, который я вам хочу показать, он уже был куплен в Beauty Free Италии. И это моя несбывшаяся мечта. Вернее, она уже сбылась, потому что я его себе купила. Это парфюм от Yves Saint Laurent Belle de Opium. И его, по-моему, уже сняли с производства. По крайней мере, в России я его нигде не видела. И у меня он раньше был. И я его очень сильно хотела, но нигде не могла купить. И, вы знаете, мне повезло. В Beauty Free, в Римени, был этот аромат. И более того, я вам скажу, любители парфюмерии, если вы собираетесь лететь через Римени, имейте в виду, что хозяин Beauty Free в Римени, человек, который коллекционирует и продает винтажную парфюмерию. Там было столько всего. Там были и ниши, и селективы. Но больше всего я, конечно, залипла у стенда с винтажной парфюмерией. Там чего только не было. Там были кинзо, слоники, тигрики. Там были опиумы настоящие еще 70-х годов. Там была клемма. Там были тетлопедусы. Там были Time for Peace от кинзо, кто знает. Там было очень-очень много. Но так как мне был нужен именно этот аромат, я его себе приобрела. Я знаю, что у этого парфюма очень-очень много поклонников. Поклонниц, наверное, даже так. И вот так вот он, собственно говоря, выглядит. Пирамидку я вам, конечно же, зачитаю. Ой, я сняла вместе с хлопачком, извините. И знаете, что я хочу сказать вам до того, как я прочитаю пирамиду? После того, как мы прилетели в Москву, вернее, когда мы прилетели в Москву из Италии, мы заезжали в гости к моему племяннику. Оставили у него дома чемоданы и пошли гулять. И перед тем, как выйти погулять, я достала этот парфюм и нанесла его на себя. Ну, мне просто очень захотелось. Я уже не вытерпела до дома. Нанесла его на себя, и мы ушли гулять по Москве. И пришли мы уже очень-очень... Ну, мы гуляли часов пять, наверное. Пришли, уже было поздно. И вот мы заходим к нему домой. И я чувствую такой женский вкусный запах, дорогой. Я говорю, Лёха, чем у тебя так пахнет дома вкусно? Он говорит, это твои духи. Я говорю, как мои духи? Я буквально нанесла несколько пшиков перед тем, как выйти из дома. И запах этот в квартире у него остался. Вот прямо в прихожей, где я брызгалась. Потрясающий! Это один из самых сексуальных ароматов, которые вообще у меня когда-либо были. Попробуйте его. Я сейчас вам прочитаю пирамиду. Если где-то еще найдете, конечно. Бель де опиум и в Сен-Лоран аромат для женщин. Принадлежит группе ароматов восточно-древесной. Он выпущен в 2010 году. И верхние ноты мандарин, гордения, жасмин и лилия. Ноты сердца. Ладан, персик, табак, фруктовые ноты и белый перец. Ноты базы. Сандаловое дерево, почули и амбра. Ну, в общем, уже по самому описанию, по самой пирамиде можно понять, что это очень сексуальный запах. И у меня теперь будут ассоциации, такие прогулки по ночной Москве и Бальдолпе. И давайте покажу вам еще два аромата, которые были куплены в Дьюти Фри в Турции. На них я подробно останавливаться не буду, потому что у меня... Это ароматы от Сержа Лютена. И у меня есть уже небольшая коллекция, где-то около 7-8 ароматов. 7, по-моему. И я планирую снять отдельное видео по этим парфюмам, поэтому сейчас просто быстренько так бегло пробежимся. Почему у меня вот в таком вот виде коробочки? Потому что все ароматы от Сержа Лютенц, они продаются вот с такими крышечками. И когда вы их откручиваете, вы надеваете сам пульверизатор, и уже коробочка не закрывается до конца. Вот это как бы не очень удобно, но что поделаешь. В любом случае я храню в коробках. Ну давайте, первый аромат, который я вам хочу показать, это аромат называется Амбр Султан. И мне его очень сильно посоветовала продавец в Дьюти Фри. Была очень красивая девушка, прекрасно говорила по-русски. Ну я не знаю, каких она кровей, но она, видимо, какая-то либо мулатка, либо метиска, но очень красивая девушка. И она сказала, что я вам очень советую попробовать этот аромат, потому что это был ее любимый аромат. Я попробовала, мне он показался сначала таким прям сильно-сильно ванильным, тягучим каким-то таким прям, ах, прям сильным. Я говорю, а когда вы им пользуетесь? Она говорит, сейчас. Я говорю, то есть в жару она, да, это самый лучший аромат именно для жаркой погоды. Посмотрите, вот пока я приехала, вот все теплые летние деньки, которые у нас стояли, я пользовалась. И в жару он просто восхитительно раскрывается. Сейчас я его слушаю, он уже пахнет совсем по-другому. Вот эта ваниль, она уже ушла куда-то назад, вперед выместились древесные ноты и более такие специевые ноты. Поэтому я думаю, что зимой он тоже будет очень-очень красив. Буду пробовать и обязательно потом с вами поделюсь в своем обзоре о парфюмах Серж Летанца. И последний аромат на сегодня, который я вам покажу, это тоже аромат от Серж Летанца. И называется он Dime Blonde. И я его просто обожаю. Потому что смотрите, сколько я его использовала, учитывая то, что у меня очень-очень много парфюмерии различной. И я его просто обожаю. Вот давайте до того, как я вам зачитаю ноты в пирамиде, я расскажу вам, как он ассоциируется у меня лично. Вот представьте себе салон очень дорогого автомобиля. Белый кожаный салон. Сзади, на заднем сидении свежие персики и абрикосы в деревянных ящиках. И вы едете за рулем этого автомобиля. Ну, собрали урожай со своей дачи и везете домой. Вот это ощущение свежих персиков абрикос, древесные ноты и запах нового кожаного салона, белого кожаного салона. Он вот в этом аромате. Это аромат просто потрясающий. Я его тоже купила в Дьюти Фри в Турции уже на свой нюх. То есть тот Амбро Султан мне посоветовали, за что большое спасибо, потому что я нисколько не разочаровалась. Этот я выбирала уже сама. И после, когда я зашла в Эльдебате и разговаривала с консультантом по этим парфюмам, она мне сказала, что один молодой человек у них приходит и покупает этот аромат для своего автомобиля. Просто брызгает на обшивку потолка автомобиля. И он говорит, что этот аромат просто потрясающе воздействует на девушек. Вот там такой Дэнди, видимо. Вот он любит девчонок разных возить в своей машине. Он говорит, они просто сходят с ума от этого запаха. Я тоже схожу с ума, я прекрасно этих девушек понимаю, потому что аромат потрясающий. Этот аромат для мужчин и женщин принадлежит группе ароматов Шипровый, Цветочный. Выпущен в 2004 году. Композиция аромата включает абрикос, ирис, мускус, гелиотроп, кожу, кардамон и бояршник. Это действительно универсальная композиция, которая открывается лакомыми абрикосовыми нотками. Прекрасно подойдет и мужчинам, и женщинам. Эта лакомая абрикосовая нотка слегка припудрена ирисом и мускусом. А гелиотроп прекрасно подчеркивает терпкость кардамона. Также здесь присутствует пикантная нотка бояршника в перемешку с белой кожей, прекрасной выделки. Вообще вот этот парфюм, он как бы окутывает бархатистой мягкостью с примесью легкой-легкой кислинки. Вообще эта пирамида поражает своей органичностью и красотой. Это как очень дорогой аксессуар, который способен подчеркнуть какие-то изюминки своего обладателя. Этот аромат очень интимный и чувственный, и вместе с тем он безумно стойкий. У него есть также шлейф. Этот шлейф не кричащий, он очень-очень нежный и обволакивающий. Я вам очень советую присмотреться к этому аромату. Впрочем, также и ко всем тем, которые я вам сегодня показала, потому что я от них в полном восторге. Всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, увидится с вами в следующих видео. Всем пока!